Прекрасно, не правда ли? Человек, отвечающий за финансовую политику в стране, прямо заявляет о том, что другие варианты, кроме того, чтобы жить в кредитном рабстве у западных партнеров, перекладывая бремя возврата долга на несколько будущих поколений, в его ведомстве даже не рассматривают. Ну да ладно, это, как говорится, лирика. Слабых изговорчивых транснациональный финансовый спрут ломает через колено, а сильные несговорчивые попросту не нуждаются в его услугах. Нет, ну а чего они хотели, в конце концов? Позволяют террористам и религиозным фанатикам убивать своих граждан прямо на улицах французских городов и при этом хотят, чтобы над ними не глумились мусульманские страны? Воистину, либерализм разрушает способность логически мыслить. Как мы знаем, в политике, если кто-то из игроков оступается, остальные не только не помогают ему подняться, но и хором начинают его грабить, а порой даже бить. Как любят повторять пользователи интернета, как тебе такое, Илон Маск? Видимо, потому спустя 7 лет сидят с голыми ценностями. И вся страна вместе с ними. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» и я, Даниил Богатырев. Тема получения кредитов от МВФ неизменно сопровождает украинскую политику с 2014 года, являясь одной из самых важных в отечественном политическом дискурсе. В преддверии каждого нового займа, с телеэкранов и страниц СМИ нас в очередной раз пугают катастрофическими последствиями в случае, если фонд не выделит очередной транш. Так происходит и сейчас. Ведь Украина пытается всеми правдами и неправдами до конца года получить от МВФ очередные 700 миллионов долларов. Как только в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, а подконтрольная демократам пресса поспешно объявила Джо Байдена их победителем, украинские власти стали проявлять активность на американском направлении в расчете на новый транш. Так, 8 ноября в США побывал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. По возвращении из цитадели демократии и по совместительству штаб-квартиры мирового финансового интернационала он заявил, цитата, «Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки». Прекрасно, не правда ли? Человек, отвечающий за финансовую политику в стране, прямо заявляет о том, что другие варианты, кроме того, чтобы жить в кредитном рабстве у западных партнеров, перекладывая бремя возврата долга на несколько будущих поколений, в его ведомстве даже не рассматривают. Ну да ладно, это, как говорится, лирика. На деле же визит Шевченко в Штаты был призван прощупать почву на предмет выделения фондом очередного кредитного транша. Вероятно, в украинском руководстве сочли, что объявленный в либеральной прессе триумф Байдена и связанных с транснациональным финансовым капиталом демократов наиболее подходящее время для этого. Видимо, продолжая попытки ковать железо пока горячо и отчаянно пытаясь покрыть дефицит бюджета на текущий год, который еще в августе премьер-министр Денис Шмыгаль оценил в 300 миллиардов гривен, 18 ноября пребывавший на самоизоляции из-за COVID-19 президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгеевой. Глава украинского государства заявил, что наша страна не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы «Стендбай». Среди прочего, по его словам, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, а также обеспечена независимость Национального банка Украины. От украинской власти, а не международных партнеров, разумеется. Как заявил Владимир Зеленский, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены. Однако руководство Международного валютного фонда не разделяет оптимизм украинского президента. По словам Кристаллины Георгеевой, цитата, «Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости Центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией». Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах. На первый взгляд, вполне благостное заявление. Однако, в переводе с дипломатического языка, это означает, что взаимопонимания в выполнении требований МВФ украинской стороной пока нет. А значит, и 700 миллионов долларов Киев пока не получит. А что же это за требования такие? С момента выделения прошлого 700-миллионного кредита к стандартным мантрам фонда о необходимости обеспечения независимости Центрального банка добавилось еще два условия. Первое из них – восстановление работы закона об электронном декларировании, который Конституционный суд недавно признал несоответствующим основному закону. Напомним, судей не устроило два момента. То, что закон нарушал принцип разделения властей, предоставляя Национальному агентству по противодействию коррупции, то есть органу исполнительной власти, право проверять декларации судей, и то, что он предусматривал исключительно уголовную ответственность за нарушение правил электронного декларирования. Таким образом, по мнению КСУ, нарушался принцип соразмерности наказания содеянному поступку. Как мы помним, первой реакцией президента на не устраивающие его и западных кредиторов решение Конституционного суда стало намерение уволить 11 его судей через принятие в парламенте соответствующего законопроекта. Однако, быстро осознав, что эта инициатива грубейшим образом противоречит Конституции, у Зеленского перешли к плану «Б». Заключается он в реформировании КСУ вместе со всеми остальными судами путем принятия в парламенте новой судебной реформы. Здесь-то мы и подходим ко второму условию Международного валютного фонда. Состоит оно в том, что в состав комиссий, которые будут проводить аттестацию новых судей украинских судов, обязательно должны войти так называемые международные эксперты или, проще говоря, агенты влияния. Как мы понимаем, подобранная при участии иностранных экспертов вертикаль судебной власти очень скоро превратится в очередной механизм поддержания внешнего управления, подобный тому, которым уже стала так называемая антикоррупционная вертикаль в лице НАБУ, НАПК, САП и Высшего антикоррупционного суда. 19 ноября Владимир Зеленский провел переговоры по видеоконференции с послами стран Большой Семерки которые активно продвигают интересы внешнего управления в Украине. Среди прочего, на сайте Офиса Президента об этой встрече сообщается вот что. Цитата. «Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас лучшее время для реализации судебной реформы», сказал глава государства. Он рассказал, что была возобновлена работа комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, которая направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по поводу соответствующих законодательных инициатив. Как видим, высшее политическое руководство Украины отнюдь не против подключать международных партнеров к осуществлению новой судебной реформы. Однако, будет ли этих заверений президента достаточно для получения очередного транша от МВФ? В этом есть серьезные основания сомневаться. Зная старую добрую традицию украинских политиков саботировать взятые на себя обязательства, можем предположить, что фонд будет готов действовать только по схеме, которую Классик описал фразой «Утром деньги, вечером стулья». Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видимо, так не считает. 20 ноября он обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером укрепления финансового сотрудничества, проведения реформ в Украине и выполнения структурных маяков, предусмотренных в меморандуме Украины с МВФ по программе «Стендбай». Глава украинского правительства выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша марка финансовой помощи в ближайшее время. Анализируя нынешнюю возню украинского правительства с МВФ по поводу транша в 700 миллионов долларов, полезно напомнить о том, что еще весной, перед принятием во втором чтении закона об открытии рынка сельхозземель, президент Владимир Зеленский уверял народ Украины в том, что данный акт позволит привлечь 10 миллиардов долларов иностранных кредитов. Через пару месяцев планка обещаний упала до 8 миллиардов, теперь же украинские чиновники пытаются получить хотя бы 700 миллионов. Если эта история и может быть примером для кого-то, то только примером того, как не надо вести себя с МВФ. Слабых изговорчивых транснациональный финансовый спрут ломает через колено, а сильные несговорчивые попросту не нуждаются в его услугах. В непростых взаимоотношениях Украины с МВФ нам поможет разобраться экономический эксперт Юрий Гаврилевичко. Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Вот, как мы знаем, сейчас украинские власти отчаянно пытаются получить 700 миллионов долларов очередного транша по программе «Стендбай» от МВФ. Но условия выдвигаются, откровенно говоря, кабальные. Это и участие непосредственно в подборе судей в рамках новой судебной реформы, и определенные условия по Конституционному суду, ну, про условия по Национальному банку, его так называемой независимости, я уж вообще молчу. Вот, как вы считаете, стоит ли игра свеч? Стоят ли эти 700 миллионов того, чтобы сдавать, ну, будем говорить, остатки государственного суверенитета? Ну, если отвечать на опрос прямой, то, безусловно, не стоит. Мало того, напомню, что эти самые 700 миллионов нужны исключительно для того, чтобы погасить предыдущий долг перед тем же МВФ. Поэтому, как по мне, то речь должна идти не о привлечении новых ресурсов, а о том, как договариваться о реструктуризации существующего долга. Мало того, данная ситуация не стала бы так острой, если бы Украина в середине этого года не вернула крупнейший за последнее десятилетие платеж, порядка 2 миллиарда долларов по внешним обязательствам. Никто не мешал проводить переговоры о реструктуризации долга, либо о так называемых процентных каникулах. Напомню, недавно страны большой двадцатки заморозили для бедных стран выплату процентов по долгу. Украины в списке стран, для которых эта программа сработает, нет. Вопрос, почему? Если мы сейчас не привлекаем средства от МВФ, но и одновременно ничего ему не возвращаем, но это уже становится проблемой не нашей МВФ. Но, опять-таки, для этого нужно начинать разговор именно в таком тоне, что, уважаемые, вот сейчас у нас продолжаются военные действия. Во всем мире пандемия коронавируса. Если вы хотите хоть когда-нибудь увидеть свои деньги, ну, давайте договариваться. Не хотите, ну, значит, вы их никогда не увидите. Именно такая должна быть риторика. Юрий, а почему же, на ваш взгляд, в таком случае украинские власти не озвучивают вот эти тезисы, о которых вы сказали, и не выступают на переговорах с международными кредиторами именно с вот такой позиции? Потому что, насколько мы помним, на прошлой неделе и президент Владимир Зеленский, и премьер Денис Шмыгаль проводили переговоры с западными кредиторами, с представителями МВФ, и там они были весьма сговорчивыми. То есть, когда представители МВФ выдвигали свои условия, наши чиновники, в общем-то, на них соглашались. Мне сложно говорить за кого-то, да. То есть, можно бы с ним предполагать, что таким образом наша элита, ну, сюда покупает себе легитимность на Западе. Можно? Можно предположить. Имеет ли это нечто общее с интересами государства? Ну, наверное, не очень. Является ли это исключительной особенностью нынешней власти? Безусловно, нет. Напомню, что, ну уж в чем-в чем, ни нынешнее правительство, ни нынешнего президента невозможно обвинить в том, что они взяли больше всех денег у МВФ, либо вообще больше всех одолжили за кордоном. Правда же? Ну, это будет совершенно недостоверной информацией. В самом деле, они достаточно небольшие кредиты пока что берут, и, в общем-то, очень много что уже успели вернуть. Условия этих возвратов, ну, туда другая история. Поэтому здесь, честно говоря, к большому сожалению, нынешняя власть наследует действия предыдущих властей. То есть, с одной стороны, это вроде бы неплохо, потому что преемственность власти должна быть. С другой стороны, если эта преемственность приводит к тому, что сейчас бюджет переходит на финансирование исключительно защищенных статей, то, наверное, все-таки что-то не так. Вот спасибо за то, что вы упомянули тему перехода бюджета на финансирование исключительно защищенных статей. Дело в том, что вот еще в конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о том, что у нас имеется 300-миллиардный в гривневом эквиваленте дефицит бюджета на текущий год. Сейчас вот говорят о том, что он составляет где-то 120 миллиардов. Но, тем не менее, за счет каких средств его планируют покрывать? Как будет покрываться этот дефицит? Как мы доживем этот год до конца? Ну, смотрите, премьер-министр ничего подобного не говорил. На самом деле у нас в госбюджете заложен теоретически возможный дефицит около 270 миллиардов гривен. И такого дефицита по итогам года у нас явно не будет. Вообще не будет, потому что ему неоткуда взяться, несмотря на все кризисы и возможные незадачи с финансами. Обычно дефицит бюджета погашался за счет новых займов. Теоретически, да и практически он может быть погашен за счет эмиссии, а может быть и не погашен. Но если он не будет погашен, тогда у нас до конца года будут недофинансированы какие-то плановые статьи расходов. Да, в этом случае дефицита бюджета не будет, но и развития тоже не будет. Тогда мы должны будем перенести эти траты на будущие периоды. Мало того, если прекратить финансирование плановых статей, то бюджет лишится значительной части связанных доходов, то есть доходов, возникающих вследствие того, что бюджет финансирует те или иные программы. Поскольку у нас через бюджет распределяется приблизительно треть ОВП, то недофинансирование чего-либо даже на 10% из бюджета, это означает, что минус 3% ОВП у нас получилось сходу. Следовательно, есть два пути, по которым может пойти правительство. Увеличение заимствований и прекращение финансирования. Пока что, исходя из того, что я вижу, правительство идет по пути сокращения финансирования до исключительно защищенных статей бюджета. Уменьшит ли это бюджетный дефицит? Да. Но это одновременно чревато риском дальнейшего замораживания экономики. Говоря о развитии украинской экономики, конкретных отраслей, конкретных предприятий, вспоминается пример, который произошел на этой неделе с таким известным предприятием, как КРАЗ, производящим большегрузную автомобильную технику. Я напомню нашим зрителям, что на этой неделе было объявлено о его банкротстве. Какие еще сферы, в частности, государственные предприятия, сферы экономики могут у нас пострадать от тех процессов, которые вы только что описали по итогам этого года? Уже понятно, что очень серьезно страдают отрасли транспортных перевозок. И та же ОКРЗ не дополучит изобильное количество денег в связи с тем, что перевозка пассажиров снижается. С другой стороны, поскольку часть перевозки была датируемая, то, соответственно, и расходов будет меньше. А, но с другой стороны, все равно поезда должны ездить, даже если они ездят с меньшей нагрузкой, следовательно, вырастает себестоимость перевозки каждого конкретного пассажира. Та же самая ситуация с муниципальным транспортом. Нет, с одной стороны, очень хорошо путешествовать, как в Европе, сидя в троллейбусах, автобусах. С другой стороны, при невозможности местных бюджетов серьезно датировать муниципальный транспорт, это приводит к его капитальным убыткам, которые покрывать также неоткуда. Также сейчас при всевозможных локдаунах, которые у нас педагоги возникают, опять-таки, те же самые местные бюджеты несут наибольшие убытки, поскольку закрываются и перестают функционировать малые предприятия, которые обеспечивают работой значительное количество граждан в регионах, а бюджеты на местах формируются в основном из налога на доходы физических лиц. То есть, увеличивается безработица и, следовательно, снижаются доходы местных бюджетов. Есть ли те отрасли, которые меньше пострадали, либо нашли какие-то новые для себя возможности? Да, безусловно. Вот, допустим, я думаю, что вы видели такую информацию, что сейчас некоторые наши компании даже очень неплохо себя чувствуют, на международной арене даже улучшили свои позиции. В общем, тоже самый Мироновский хлебопродукт, снизив цены на основную свою курятину, увеличил объемы продаж в Европе. Что люди сидят дома и, в общем-то, больше кушают сами. Хорошо, плохо, сложно сказать, но по факту Украине нет этого плюс. Дальше. Текстильконтакт недавно начал поставки своей продукции, а именно постельного белья для дома, в ту же самую Европу. Опять-таки, народ сидит на самоизоляции, естественно, ему нужно больше домашнего текстиля. Ну, в силу естественных причин. Плюс, ну, наверное, да. То есть уменьшается, допустим, рынок сбыта здесь или есть сложности, открываются новые возможности. Серьезно выросли онлайн-продажи. Они практически одновременно с тем, как падали оффлайн, рос спрос на онлайн-услуги. Но могут ли, допустим, онлайн-продажи перекрыть убытки от оффлайн-продажи? Нет. Особенно в плане бюджетирования, потому что, ну, фактически, единственные новые рабочие места при онлайн-продажах создаются в курьерской службе. И все. То есть уменьшая объемы оффлайновых продаж, мы уменьшаем арендную плату, потому что людей еще не снимаем. Без работы остаются продавцы, товароведы, значительная часть экспедиторов. То есть теряется целый комплекс работ, которые предоставлял деньги гражданам. Нет, можно сказать, что мы сейчас переходим плавно на какие-то новые инновационные методы продаж, и это хорошо. Нет, все здорово и замечательно. А кормить оставшихся без работы людей кто будет? А покрывать убытки бюджетов, которые из-за возникновения этих самых безработных вместо работающих граждан, кто будет? Так что здесь есть и плюсы, и минусы, но минусов, к сожалению, пока что больше. Мало того, вот ситуация с КРАЗом напомню, что практически во всех странах мира промышленное производство так или иначе поддерживается или датируется государству. Но он, в частности, ни для кого не секрет, те же самые французские президенты, уже не первое поколение президентов, по всему миру предлагают продукцию французских же авиастроителей и активно лоббируют продажи французского авиапрома за кордон. Почему бы этим не заняться нашему президенту? Ну, бренд Антонов известен во всем мире. И, в общем-то, потребность в том, что он производит, есть. Значит, с одной стороны, неплохо было обеспечить внешнеполитический маркетинг, а с другой стороны, государственную поддержку здесь, внутри страны. Иначе сейчас, когда те же самые авиаперевозки очень серьезно упали, ну, можем лишиться еще и такой отрасли. Причем лишиться навсегда, на самом деле. Да, я понимаю, что пассажирские авиаперевозки снижаются, но грузоперевозки во многом остаются. Как раз Антонов силен в производстве грузовых самолетов, которые востребованы и нужны. Спасибо вам за беседу, Юрий, за столь подробное описание происходящих процессов. Нашим зрителям я напомню, что на связи с Международной панорамой был экономический эксперт Юрий Гаврилевичко. Макрон в глухой обороне. Наверное, именно этим заголовком можно было бы описать всю суть французской публичной политики за последнюю неделю. На протяжении нее президенты, высшие должностные лица Пятой Республики то и дело фонтанировали требованиями, обвинениями и ультиматумами как в адрес иностранных лидеров и государств, так и в адрес отдельных групп населения внутри собственной страны. Диапазон этих заявлений варьировался от «Мы требуем извинений» до «У нас украли нашу исконную зону влияния». Из смешного можно упомянуть о том, как Министерство иностранных дел Франции потребовало, чтобы министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари прекратила сравнивать президента французского государства с нацистами. Французские власти назвали заявление пакистанской чиновницы о том, что действия Макрона по отношению к мусульманам Франции напоминают то, что делали нацисты с евреями, шокирующими и оскорбительными. Нет, ну а чего они хотели, в конце концов? Позволяют террористам и религиозным фанатикам убивать своих граждан прямо на улицах французских городов и при этом хотят, чтобы над ними не глумились мусульманские страны? Воистину, либерализм разрушает способность логически мыслить. Правда, что касается своих домашних мусульман, их Макрон все же попытался приструнить. 18 ноября он выдвинул ультиматум мусульманским лидерам Франции. Макрон потребовал, чтобы в течение 15 дней имамы подписали хартию республиканских ценностей, призванную защитить жителей страны от исламского террора. В документе декларируется строгое отделение религии от государства и школы, а также запрет на иностранное вмешательство в деятельность мусульманских общин. На встрече с Макроном, состоявшейся 18 ноября, лидеры французских мусульман согласились создать Национальный Совет Имамов, специальный орган, который будет сертифицировать имамов республики. По словам французского лидера, в документе должны провозглашаться республиканские ценности, а ислам должен быть обозначен как одна из религий, а не политическое движение. В ходе встречи Макрон также объявил о новом законопроекте по борьбе с исламизмом для предотвращения радикализации мусульман. Документ предусматривает ограничения на обучение детей исламу на дому и наказание для тех, кто по религиозным соображениям угрожает другим людям. Данная инициатива уже вызвала критику в мировой либеральной прессе. Вот, например, что пишет в своей статье для CNN журналистка Соскайя Вандорне, цитата. Президентская кампания Макрона прошла под лозунгом «Ни левый, ни правый». Но теперь он, похоже, склоняется во втором направлении. Об этом свидетельствуют два противоречивых законопроекта, имеются в виду те самые законопроекты, касающиеся мусульман, и все более подстрекательская риторика со стороны Министерства внутренних дел. С учетом того, что до президентских выборов осталось всего 17 месяцев, 42-летний президент рискует потерять поддержку многих левых избирателей, которые в первую очередь помогли ему занять пост. А немецкое издание Der Spiegel и вовсе выпустило статью под заголовком «Один в Елисейском дворце», повествующая о том, как президент Франции Эммануэль Макрон борется за то, чтобы мир его понял после терактов в Париже и Ницце. Но, несмотря на истеричные вопли либеральной прессы, вряд ли французскому президенту удастся обуздать местную мусульманскую общину. Слишком много уступок для мигрантов из бывших колоний, и не только, было сделано за последние 20 лет. И слишком далеко зашла политика так называемой толерантности и мультикультурализма, вместо ассимиляции мигрантов, проповедовавшая повсеместное расширение их прав в ущерб коренному французскому населению. А самое главное, современные средства коммуникации дают столь огромные возможности для пропаганды, что для распространения фундаменталистских и экстремистских идей среди французских мусульман уже вовсе не обязательно агитировать их прямо в мечетях. Так что, вероятно, неумелая инициатива Макрона по закручиванию гаек для местной мусульманской общины закончится лишь новой волной терактов во Франции и новыми примерами того, как лидеры мусульманских стран публично вытирают ноги о ее руководство. Как мы знаем, в политике, если кто-то из игроков оступается, остальные не только не помогают ему подняться, но и хором начинают его грабить, а порой даже бить. Примерно об этом было еще одно знаковое заявление Эммануэля Макрона, сделанное на прошлой неделе. 20 ноября президент Франции заявил, что у России и Турции есть некая стратегия, в рамках которой они играют на постколониальной озлобленности африканских стран, наращивая собственное влияние на Черном континенте. В частности, Макрон обвинил Москву и Анкару в спонсировании африканских активистов и журналистов. Как заявил французский президент, цитата, «В ходу стратегия, которую иногда ведут африканские руководители, но в особенности иностранные силы, как Россия или Турция, которые играют на постколониальной озлобленности». Важно не быть наивными. Многие из тех, кто подает голос, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, спонсируются Россией или Турцией. Эти слова Макрона напоминают истерику обиженного ребенка. Дескать, мы не умеем эффективно бороться за умы и сердца африканцев из наших бывших колоний, а вот Россия и Турция вероломно вторгаются в нашу сферу информационного влияния. Так, собственно, потому и вторгаются, что французская пропаганда выглядит неубедительно для жителей бывших колоний. Изначально предвзятое отношение к Франции, обусловленное колониальным прошлым и продолжение эксплуатации в неоколониальном формате с присутствием французских войск и компаний, формируют запрос на альтернативную точку зрения в СМИ. А святое место, как известно, пусто не бывает. Однако, с нашей точки зрения, влияние России и Турции в СМИ африканских стран не самое важное, что заставляет Макрона беспокоиться о французском влиянии в Африке. В последние годы российские военные специалисты и сотрудники частных военных компаний или, как они сами себя называют, охранных предприятий появились и развернули активную деятельность в Центрально-Африканской республике, Ливии и Судане. По данным Американского института исследований войны, они также присутствуют в Чад, Нигерии, Демократической республике, Конго, Египте, Танзании и на Мадагаскаре. В начале текущего месяца стало известно о том, что Владимир Путин поручил создать пункт базирования военно-морского флота России в Судане. Турция также времени зря не теряет. В текущем году военная поддержка, оказываемая ей правительству национального согласия в Ливии, достигла максимума. Фактически, после многочисленных турецких военных конвоев с оружием и боевиками из Сирии, поставленных в Ливию, правительство Сараджа, заседающее в Триполи, стало сателлитом Анкары. Вряд ли при столь активном вовлечении России и Турции в военные дела на африканском континенте, Франции стоит беспокоиться лишь об их влиянии в СМИ постколониальных стран. О том, как на Черном континенте цинично попираются интересы Пятой Республики, и о том, каков расклад сил там в целом, поговорим с политологом-международником Ильей Кусой. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Вот президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что российское влияние и турецкое влияние присутствуют во франкоязычных СМИ в бывших колониях. Подразумевается территория Африки, разумеется. Ну вот, перед нашим с вами разговором в передаче будет подборка того, где присутствуют российские войска, военные советники на территории Африки, где присутствуют турецкие. Вот тему Китая я не стал затрагивать, возможно, вы тут проясните. В целом, какова расстановка сил между великими державами в регионе, и почему Макрон именно сейчас озаботился вопросом, скажем так, выдавливания Франции из информационного пространства Африки? Ну, в целом, ситуация выглядит следующим образом. во многом она похожа на то, что происходит в других регионах и соотносится с таким глобальным процессом, который, ну, многие называют ослаблением традиционных мировых центров влияния, ну, которые были архитекторами мирового порядка после Второй мировой. Сюда же входит и Франция, как один из, собственно, одна из стран победительниц во Второй мировой, и одна из стран архитекторов этого, вот этой международной системы, биполярной, потом, в общем, в которой мы живем еще до сих пор, хотя уже там, в общем-то, о ней вскоре можно будет забыть, она сейчас в не очень хорошем состоянии, и, в общем-то, этот период характеризировался тем, что влияние традиционных центров силы Британии, Франции, Германии, ну, уже это в первую очередь, и остальных там европейских стран, которые раньше имели колонии тоже в Африке, оно ослабляется. И, ну, Германия уже далеко не имеет того влияния, которое было в Африке, там, еще сто лет назад, о Британии, в принципе, то же самое, там, они сохраняют определенные связи с правящими элитами в Северной Африке, например, там, но, в Южноафриканской республике, но, опять же, далеко не то, что было раньше. И с Францией происходит то же самое. Франция задержалась дольше всех, и держится дольше всех, просто за счет того, что у них среди всех, ну, были наиболее, с одной стороны, наиболее крепкие форпосты, с другой стороны, они держались за эти территории жестче, чем остальные, и дольше. То есть, один только Алжир, вспомнить, как они, ну, они везде уходили из всех стран, откуда они уходили, они уходили с проблемами. То есть, это было обычно громко, шумно, с войной. Во второй половине 20 века Франция держалась еще все за эти колонии. Да. И, в общем-то, ну, опять же, и даже после нескольких волн деколонизации Франция осталась влиятельным игроком на африканском континенте, сумела создать и сохранить определенные позиции по своему soft power, то есть, мягкая сила работала, организация франкофонии работала, и работает, и, в общем-то, ну, благодаря французскому языку, его распространению, ну, сейчас просто происходит то, что уже должно было произойти, то есть, они теряют, они проигрывают конкуренцию другим более сильным игрокам, в первую очередь, это штатам, которые, ну, в общем-то, продолжают, ну, вот, как раз еще с 50-х годов они серьезно начали заходить в Африку и, в общем-то, продолжают пытаться это делать. При Трампе, правда, фокус на Африку немножко, в общем, сместился из разряда приоритетных в разряд второстепенных периферийных таких интересов, тем не менее, штаты, например, сохраняют очень сильное влияние в Сенегале, у них там военная база стоит и вообще, ну, для него Сенегал это очень такой серьезный проамериканский форпост и в Западной Африке в целом. И, конечно, второй игрок это Китай. Китай это новый глобальный игрок, который серьезно захватывает Африку, ну, в основном, это мы говорим о торгово-экономической инвестиционной экспансии, плюс инфраструктурные проекты в рамках их глобальной стратегии «Один пояс, один путь», которая очень нравится африканским странам, потому что это дешевые деньги, это китайцы строят всю инфраструктуру, ну, в общем-то, с их точки зрения грех не отказываться, да, попадают в зависимость через эти все займы и кредиты, ну, лучше так. тем более, как бы там Китай достаточно, ну, в этом плане он предлагает намного более заманчивые сделки, чем, например, те же штаты, которые часто с некоторыми странами там в принципе не работают, или Франция, у которой просто нету достаточно финансовых ресурсов, чтобы поддерживать эту конкуренцию. Поэтому то, что сейчас происходит, это влияние Франции ослабляется постепенно, и их ставка на культурную вот эту как бы экспансию, культурно-политическую, она все слабеет на фоне того, что сейчас, особенно сейчас из-за коронавируса, на первый план выходят вопросы, связанные с доступом к медицинским услугам, с экономикой, с финансами, с социалкой. Безопасностью границ. Безопасностью границ, безопасностью в целом внутренней, в том числе через новые технологии, слежение за людьми, видеофиксации, кибербезопасность. Все это может предоставить сейчас Китай и активно пытается это экспортировать вместе со своей моделью развития и со своим определенным ценностным набором, как это использовать и как это должно выглядеть в государстве. Франция этого пока сделать, ну то есть что-то предоставить альтернативное им трудно. Поэтому они, поэтому я думаю Макрон, в общем-то отсюда и проистекает его речь. Вот эта вот речь, это была такой вот попытка она выглядела на самом деле как попытка напомнить, что вот мы же все еще есть, но вот мы не сдаемся. Это напоминает истерику ребенка, которого там пнули в песочнице или что-то в этом духе. Ну, грубо говоря, вот где-то так. Потому что Франция действительно сейчас находится на своем этапе, на своем перекрестке, когда им надо действительно решить, что они дальше делают с Африкой. Потому что явно видно, что старые концепты они уже не работают и они деактуализируются по мере исчезновения в общем-то из старого мирового порядка и по мере все большего появления новых игроков. И тут не только Китай, и Турция, и Эмираты, и Саудовская Аравия. И опять же в африканские страны поднимаются сами в своем развитии. Они уже претендуют на ну ни много, ни мало, но как минимум субрегиональное лидерство какое-то или в своей группе, или в своем регионе. Африканский союз стал очень серьезной на самом деле организацией, хотя многие не думали, что его важность будет. Существляется мечта Каддафи? Вот в некотором смысле можно сказать и так. Вот, кстати, в отличие от ближневосточных региональных организаций, которые вообще не взлетели и, в общем-то, даже сейчас чувствуют себя гораздо хуже, чем когда их основ... Ну, в общем, то есть вот региональной организации и какая-либо интеграция на Ближнем Востоке не получилась. В Африке ну все идет достаточно неплохо. Как с Африканским союзом, так и вот в прошлом же году они подписали вот это огромное соглашение о зоне свободной торговли. То есть туда, правда, Нигерия не вошла, вот что многих расстроило. Вот, и многие в этом увидели руку британцев. Вот, но как бы тут тем не менее африканский континент, он сейчас вот среди всех хоть и является одним из, конечно, беднейших, но с другой стороны один из самых быстро растущих. Это показывает и темпы развития экономики и то, как растут отдельные страны, там, например, та же Руанда, которую уже даже называют африканским Сингапуром, вот, по аналогии. Это пока с натяжкой, наверное, все-таки. Ну, с натяжкой, но я же просто говорю, как вот, может, кто знает, может, в Украине перестанут говорить о Сингапуре или Куанью будут говорить о Руанде и поле Кагамы. Это будет интересно. Да, да, это будет еще больше позор для нас, конечно, не для Руанды. А нам уже во многом, кстати, можно на них смотреть в плане развития они во многих направлениях продвинулись куда дальше, чем Украина. Это правда. Илья, ну, вот вы говорите о экспансии Китая экономической, но, тем не менее, мы знаем, что, несмотря на бурный рост некоторых африканских стран в экономическом плане, в целом, континент остается перенасыщен всевозможными конфликтами, перенасыщен оружием, этническими, конфессиональными, племенными, другими противоречиями. Противоречиями между различными властными группировками. И здесь вот выходит на достаточно важную роль все-таки обеспечение какого-то военного присутствия. Вот я к чему веду? К тому, что в последние годы все больше говорят о присутствии России в Африке. Это и Центральноафриканская республика, и сейчас вот будет пункт снабжения флота открыт в Судане, как раз на выходе к Красному морю, весьма стратегическая точка. Уже ходят слухи даже о Северном Мали, я и такое читал, ряд других стран. Как бы вы охарактеризовали сегодня политику России в отношении африканского континента? Как ни странно, учитывая, что Российская Федерация, она тоже относится к вот этим самым старым игрокам, потому что, в общем-то, Советский Союз был одним из архитекторов мирового порядка. Российской Федерации, фактически. Как бы да. То есть, в общем-то, Российская Федерация тут как раз вот в когорте вот Старой Гвардии, но, как ни странно, их политика достаточно, как сказать, новая, вот потому что на африканском направлении я бы не сказал, что Россия всегда была вот очень активной, или что Африка была в каком-то прямо центре внимания. началось это только вот буквально пару лет назад. Ну, по Судану, там, понятно, сотрудничество шло с 2010-х годов еще, то есть, те же российские советники, они там с 10-х. Но это как бы, то есть, отдельные направления, они развивались, там, те, которые интересовали, особенно... Ну, Ливия, понятно. Да, особенно, как я понимаю, с точки зрения интересов оборонпрома, то есть, вот, потому что Судан, Ливия, Алжир одни из главных клиентов для российского ВПК. Но именно целостный такой системный подход к Африке я лично заметил в прошлом году, когда организовали саммит Россия-Африка. Ну, потому что это уже серьезно, это уже действительно такой достаточно системный подход, когда такие вещи... Ну, потому что Китай такие саммиты организовывает уже много лет. То есть, для России это был первый. Это означает, что уже за военно-политическими проектами идут экономические. Да, да. Ну, тут, в общем-то, можно понять, потому что, в отличие от Китая, конечно, у России таких финансовых ресурсов нет. Ну, объективно говоря, они не могут предложить столько денег, столько кредитов, столько всего, как Китай. Поэтому в этом плане им сложно. Но это был, вот, в прошлый год он был таким, одним из первых серьезных шагов в направлении оформления какой-то более-менее внятной африканской политики. Сейчас, мне кажется, будет все зависеть от двух моментов, которые, мне кажется, являются слабостью внешней политики России, не только, кстати, в Африке. Первый, это смогут ли, то есть, будет ли дальше превалировать вот этот вот военно-оборонный трек в отношениях с Африкой, или они все-таки придумают какой-то сбалансированный подход, то есть, чтобы работали не только, как бы, вот, где у нас интересы, куда можно продать оружие, с теми мы и сотрудничаем. Там, где нельзя, ну, в общем, не сотрудничаем. То есть, здесь нужен сбалансированный подход, потому что проблема России очень часто в том, что доминируют условные генералы, то есть, когда военно-политические интересы, они превалируют над какими-то там торгово-экономическими или культурными, то есть, то, что в современном мире набирает, на самом деле, рост и набирает влияние, потому что одной, как бы, одной военкой не вытянешь отношения. И второй момент связанный с мягкой силой. У России все еще проблемы, вот, ну, на мой взгляд, связанные со своей мягкой силой. То есть, если на постсоветском пространстве, ну, благодаря в том числе общему языковому пространству, культурному, в общем-то, там, истории, можно, то есть, Российская Федерация чувствует себя более-менее комфортно, то, конечно, в таких регионах, как Африка, они требуют особенного подхода и особенно в плане, вот, месседжей. Ну, грубо говоря, становится ребром вопрос, что предложить? Да, что такое, что такое Африка и Россия? Это о чем? Вот, это очень важно, потому что, в общем-то, ну, Китай, например, он тоже там особо на мягкую силу ставку не делает, но они решили просто пойти вот путем, как бы, вот, Китай – это строитель. как бы, вот это вот такое… В принципе, может быть, они потом и будут какие-то социалистические идеологи, манасообразие? Думаю, что да, просто, что они пока не определились. Ну, это в целом, внешняя политика Китая в целом сейчас лишена какой-то четкой вот этой вот идеологической, ну, экспорта каких-то идеологических моментов. Сейчас они пытаются выстроить, вот, в связи с коронавирусом, я это заметил, пытаются выстроить свое свое позиционирование на противопоставлении западной модели развития и ценностей. потому что, в общем-то, коронавирус, они сейчас, как бы, их месседж такой по коронавирусу, что, смотрите, да, у нас не демократия, не либеральная демократия, но… Мобилизационная система лучше, значит. система, в которой решения принимаются намного эффективнее. Давайте, вот, вот наша модель, вот, пожалуйста, ее нужно, как бы, мы… То есть, это вот во многом соотносится, ну, не во многом, но это соотносится в определенных вещах с феноменом, который появился в 90-х, ну, в медиа, в основном, нелиберальной демократии, когда вот о ней начали заговорить, это типа вот, что есть система, да, в общем-то, как демократическая… Суверенная демократия. Да, да, ну, в общем, как бы, я говорю, вот у Китая сейчас все, как бы, оформляется, я не исключаю, что они к чему-то придут, особенно по мере дальше, дальнейшего проникновения в Африку. Перед Россией это вот неизбежно, должно встать этот вопрос, потому что, ну, нужно будет на него ответить. Так же, как ответить на вопросы по отношениям с остальными регионами. То есть, ну, это что, это о чем? О чем наши отношения, на каких ценностях они базируются? Что Россия предлагает Африке в плане, вот, именно мировоззренческом? Тем более, если Российская Федерация претендует, а я так понимаю, но претендует на то, чтобы быть одним из ключевых глобальных игроков, в том числе на африканском континенте, ну, значит, надо придумать, потому что это тоже, это тоже битва нарративов и это тоже конкуренция. То есть, потому что Штаты будут свое придумывать, Китай свое, Россия свое, Турция там отдельно. У Турции очень сильно вот в этом плане софт-пауэр работает. В этом плане Турция действительно продвинулась вперед в плане культуры, в плане, даже вот, их сериалы, и там, они их переводят на разные языки. Гуманитарная политика у них достаточно сильная по Африке, особенно в Восточной Африке, они наладили сотрудничество в области предоставления гуманитарной помощи. Достаточно неплохое, то есть, везде вот эти вот логотипы, вот Турция, флаги Турции, это, конечно, многих привлекает. Вот, то есть, в общем и целом, я думаю, что, если Российская Федерация сумеет ответить на вопрос, кто мы для Африки, и это будет интересно местным лидерам, и они будут это понимать, и будут это принимать, и, ну да, в таком случае Россия может рассчитывать на то, что займет какое-то место в борьбе за африканский континент, который сейчас активно разворачивается. Что ж, благодарю вас за беседу, Илья. Вам спасибо. В гостях у Международной Панорамы был политолог-международник Илья Кусо. Пока французское руководство обижено на всех, а в США никак не могут завершить эпопею с президентскими выборами, Китай вновь демонстрирует претензии на мировое технологическое лидерство. В конце прошлой недели стало известно о том, что в ближайшие дни Китай планирует запустить к Луне корабль, который соберет пробы лунного грунта, чего ни одно государство не делало с 70-х годов прошлого века. Вот как об этом пишет американское новостное агентство CNN. Цитата. Зон Чанг-5, названный в честь древней китайской богини Луны, будет стремиться собрать материал, который может помочь ученым больше узнать о происхождении и формировании Луны. Миссия проверит способность Китая удаленно получать образцы из космоса перед более сложными заданиями аналогичного рода. 23 ноября ракета-носитель Long March 5 с аппаратом Чанг-5, который должен совершить посадку на Луне, собрать образцы грунта и вернуться с ними на Землю, был успешно запущен. В качестве справки напомним, с тех пор, как советский аппарат Луна-2, совершивший аварийную посадку на Луну в 1959 году стал первым искусственным объектом, достигшим другого небесного тела, несколько других стран, включая Японию и Индию, начали полеты на Луну. В ходе программы Аполлон, которая впервые отправила людей на Луну, Соединенные Штаты высадили 12 астронавтов за 6 полетов с 1969 по 1972 год, привезя на Землю 382 килограмма лунной породы. Советский Союз выполнил три успешных беспилотных миссии по доставке образцов в 1970-х годах. Последний советский аппарат Луна-24 в 1976 году привез чуть более 170 грамм образцов грунта, собранного в местности на поверхности Луны под названием Море кризисов. В 60-е и 70-е годы 20-го века лунная гонка между США и Советским Союзом представлялась частью идеологического и технологического противостояния двух сверхдержав, а заодно и двух представленных ими политико-экономических систем. Сегодня же Китай организовывает лунные миссии сугубо ради науки. Тема изучения спутника Земли в данный момент уже не является таким маркером идеологического превосходства, которым она была в период Холодной войны. Тем не менее, возможность организации подобных исследовательских миссий все еще является маркером высочайшего уровня технологического развития. И если китайцам удастся впервые за 40 лет привести на Землю лунный грунт, это будет не что иное, как заявка на мировое технологическое лидерство. Подтверждением этой заявки на технологическое лидерство служит информация о проведении в Китае испытаний вакцины от коронавируса с самой большой выборкой. По словам председателя китайского фармацевтического гиганта компании Sinopharm, почти миллион человек получили экспериментальную вакцину против коронавируса, разработанную компанией в рамках программы экстренного применения, санкционированной Пекином. О серьезных побочных эффектах у рецепентов вакцины пока не сообщалось, заявила Sinopharm в среду в статье в социальной сети WeChat со ссылкой на председателя Лю Цзиньчжэня. Только вдумайтесь, китайская вакцина, одна из нескольких, кстати, проходит испытания на выборке в миллион человек. Ничего подобного до сих пор не происходило ни в одной стране мира. Вероятно, ввиду недостаточных бюджетов или невозможности произвести экспериментальную вакцину в таких количествах за короткое время. Как известно, чем больше выборка, тем более достоверны итоги испытания. Но, как это обычно бывает с любыми успехами оппонентов либеральной модели развития мира, о достижениях китайской научной мысли не пишут на передовицах мировых таблоидов. В отличие, например, от Ивана Маска, чей запуск пилотируемой ракеты, что давно уже не ново с технологической точки зрения, несколько месяцев назад произвел в интернете настоящий фурор. Не без информационной накрутки в крупнейших СМИ, разумеется. Между тем, о технологической стороне продукции Маска как нельзя лучше свидетельствуют опубликованные недавно итоги обзоров потребителей. Вот что пишет о них CNN. Цитата Журнал Consumer Reports присвоил внедорожнику Tesla модель Y оценку «Не рекомендуется» из-за серьезных проблем с надежностью, в результате чего бренд оказался почти в самом низу отраслевого рейтинга надежности, составленного журналом. Ожидается, что модель Y, новейшая модель автопроизводителя, производство которой началось в начале этого года, станет самым продаваемым автомобилем Tesla. Она получила хорошие оценки от сотрудников Consumer Reports во время тест-драйвов в начале этого года. Но рейтинг надежности основан на опросе реальных владельцев, сообщивших о серьезных проблемах. Как любят повторять пользователи интернета, как тебе такое, Илон Маск? Возвращаясь к Китаю, отметим, что если Поднебесная и дальше будет двигаться такими темпами в вопросе технологического развития, то пресловутая цель догнать и обогнать Америку в этом вопросе будет достигнута китайцами уже в среднесрочной перспективе. О перспективах технологического развития Китая и его мирового технологического лидерства поговорим с журналистом-международником, китаеведом Алексеем Ковалем. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Мы знаем, что вот сейчас, буквально вчера, китайцы запустили ракету с космическим аппаратом, в задаче которого входит собрать лунный грунт, и это будет в общем-то впервые за 40 лет. Раньше такое делали только американцы и на тот момент еще Советский Союз. Об этом активно пишут в западной прессе и позиционируют это именно как заявку Китая на некое мировое технологическое лидерство. Кроме того, мы видели, что вот на этой неделе проходят испытания, да и не только на этой неделе, китайской вакцины от коронавируса с самой большой выборкой испытуемых, около миллиона человек. Такого тоже не может себе позволить ни одна страна, и это тоже звучит в мировых СМИ, но я вот все к чему веду. В последние годы очень активно говорят вне зависимости от технологического развития Китая, что в определенных отраслях он все-таки еще зависим от Запада, от некоторых американских технологий, от промышленного шпионажа с добычей этих технологий, или какого-то незаконного копирования, чего-то еще в этом духе. Как вы оцениваете перспективы технологического лидерства Китая в ближайшие десятилетия? Возможно ли оно? Я бы действительно хотел начать с того, что как раз в конце октября прошел пятый пленум ЦК Компартии Китая, который как раз разрабатывал планы на ближайшую перспективу, на ближайшую пятилетку, у них же до сих пор пятилетки, 14-я пятилетка будет в Китае, и одним из главных задач на эту пятилетку является как раз технологическая революция, технологическая переустройство. Технологическая независимость. Да, переустройство. Но еще раньше, еще 10 лет назад были планы такие принятые в Китае программы, как интернет плюс, например, перевод старой технологической базой промышленной на новые цифровые технологии. Эта программа подразумевает, она уже, то есть 5 лет она уже совершается, и 5 лет она до 25-го года как раз до конца пятилетки будет продолжена. Она подразумевает вообще переоснащение, ну то есть там будут полностью роботизированные производства, например, вот как раз они это говорят, что чтобы не зависеть от таких ситуаций, как ковид, когда пришлось закрывать многие предприятия, теперь будет все роботизировано. То есть я слышал, там в Шанхае только 100 заводов будет построено полностью, которые уже работают без участия человека, только исключительно на роботы. Вот, и поэтому действительно, если мы говорим о технологическом каких-то, технологических вещах, то Китай, он еще не лидер, как вы сказали правильно, но он уже приближается по многим параметрам выходит на лидерские позиции, я бы сказал, где они лидеры. Например, квантовая связь. Квантовая связь, они уже лидеры, они опережают даже Соединенные Штаты, потому что они уже провели эксперименты по передаче квантов из космоса на Землю и назад, и через всю территорию Китая. Это у них очень было. Потом обработка больших данных, бигдата, так называемая, тоже. Они строят в огромных масштабах вот эти вот системы контроля, системы накопления этой информации. Грубо говоря, я тоже был в Китае много раз, и я видел, например, что даже предприятие, которое производит машины, оно сразу же идет в... которое просто строит грузовики, оно идет сразу с элементами этой бигдаты, и ты видишь на карте Китая каждый грузовик, где он конкретно сейчас находится, и эта вся информация собирается. И обрабатывается. А вот это вот очень интересно на самом деле. Да, то есть вот эти системы, это уже у них как божий день. Ну, грубо говоря, это ежедневная, это ежедневная обычная жизнь. То есть электронные платежи, когда людям вообще не нужно иметь денег, то есть это практически... Я уже себя, честно говоря, чувствую там немножко как человек из каменного века, когда китайцы говорят, мы уже не используем давно, многие китайцы не используют деньги в наличных, а у них все... И причем у них интегрирована эта свеча, там их соцсетью сразу. Да, это через соцсети, через разные системы платежа, есть несколько площадок, но тем не менее есть даже магазины, например, без продавцов. Когда вы просто заходите в магазин, там лежит товар, вы расплачиваетесь этим штрих-кодом или QR-кодом на телефоне, берете товар, который вам нужно, сами его забираете и уходите. Там нету продавцов, там просто лежит товар. Ну, там стоят камеры, естественно, если что-то кто-то украдет, то, естественно, это будет отмечено. Ну, то есть вы приходите, взвешиваете арбустом, расплатились с QR-кодом и ушли. Все. То есть это уже ежедневные практики, да, можно сказать. То, чего там нет, то, чего они действительно сейчас хотят догнать, это прежде всего продукция полупроводникового характера, полупроводники. Вот это то, чего Запад пока что еще опережает. И, как соответственно, все отсюда производные, то есть процессоры, потому что процессоры даже для мобильных телефонов китайцы еще закупают за границей. Они производят, естественно, свои, но по качеству и по производительности они еще все-таки уступают мировым брендам. И поэтому даже крупные такие компании, как там Huawei и так далее, они даже в своих там оборудованиях вот уже пятого поколения, 5G, они все равно вынуждены использовать, даже, ну, если не западные, то, наверное, корейские или там какие-то японские или тайваньские даже. Вот. То есть, грубо говоря, еще есть куда расти, еще есть куда расти. И, ну, если мы говорим о космической технологии, то, например, я тоже лично был на запуске первого космонавта китайского, это было всего лишь в 2003 году, а теперь они уже, да, они уже три раза уже садились на Луну. Вот эта миссия действительно, она еще новая, она интересная тем, что она действительно привезет впервые за 40 лет лунный грунт. Это, конечно, это, понимаете, Китай идет, он быстрыми темпами делает то, что США и Советский Союз прошли за все полвека там космонавтики прошлого столетия. Получается догнать и обогнать. Да, за 20 лет он фактически сделал все то, на что Соединенным Штатам и Советскому Союзу тоже потребовались там десятилетия. Но он, Китай идет своим путем все-таки, там абсолютно новые технологии, это уже не другие материалы в тех же скафандрах или другие же технологии. Но, например, я могу рассказать там зрителям, это не секрет, что китайцы очень были заинтересованы. Лунная программа, посадочная программа лунных модулей посадки на Луну, она разрабатывалась в Украине, в общем-то, в КБ Южном. И когда китайцы узнали о том, что от советской лунной программы у нас остались где-то 13 этих посадочных модулей старых, неиспользованных, потому что в Советском Союзе их сделали много, китайцы там загорелись, обалдели, они сказали, о, вот это нам нужно, даже сейчас, понимаете, то, что было сделано еще 50 лет назад в Советском Союзе, оно до сих пор Китая интересует, и вот они, когда узнали, что мы обладаем этой, например, технологией, то они сразу там загорелись и сказали, давайте... И чем закончилась эта история? Купили? Я так понимаю, что да. Раз они садятся на луну, значит, они что-то уже узнали. Да, это очень интересно, особенно интересно то, что вы сказали о технологии Big Data. Мы знаем, что Китай все-таки экономика, ну, в значительной мере плановая, мы знаем, что есть вот пятилетки, пятилетние планы и тому подобные вещи, а в плановой экономике вот эта цифровизация, ее кибернетизация, она чрезвычайно важна, потому что она позволяет именно выяснить, сколько товара нужно, где и в какое время. Достигли ли китайцы вот на этом пути, на поприще именно госуправления при помощи вот кибернетики таких серьезных успехов? Смотрите, я так думаю, что если говорить в целом о планировании китайской экономики, то Китай наоборот, правительство Китая отходит от постоянного вмешательства в планирование или контроль жесткий. Оно дает определенные рубежи, здесь ставит какие-то маркеры, а уже выполнение это зависит от бизнеса. Но проблема в том, что если в Советском Союзе были нереальные планы, которые никто никогда не мог выполнить, то в Китае как раз благодаря тому, что они обладают достаточно большим объемом информации, они могут планировать. И точно так же, когда вот сейчас ковид, например, был, они и наоборот не планировали, потому что они четко, коммунистические лидеры, они четко понимали, что в условиях пандемии планировать вообще ничего нельзя. Поэтому даже на этот год, например, они всегда ставят там планку для ВВП Китая, там 6,7% в прошлом году, например, в этом году они вообще ничего не поставили, потому что они реально понимали, что нам надо выйти хотя бы на какие-то показатели, не пасть. И они упали, сейчас они вырастают. то есть это тоже показывают гибкость этой политики. И точно так же, ну, опять же, тоже далеко ходить не надо, во время ковида, да, фирмы, благодаря этой бигдате, они выясняли, где у них недопроизводство, где перепроизводство, они перемещали персонал с одних заводов на другой. Потребление, опять же. Да, из ковидной зоны в нековидную они после проверок соответствующих перемещали определенный свой там персонал для того, чтобы он не терял, во-первых, зарплату, во-вторых, работал и продолжалась, фирма продолжала получать деньги. То есть это все уже, на самом деле, в китайских реалиях это все работает очень быстро, на самом деле, динамично. Оно, там нету такого, что, а, там мы раскачиваемся и думаем что-то. Там вот началась эпидемия, месяц, фактически, был у предпринимателей, чтобы поменять свою стратегию и подстроиться под новые условия, потому что иначе они бы просто обанкротились. Очень высокая мобилизационная способность, действительно. Да, да. А куда поставляются вот эти вот китайские технологии, такие самые современные, каковы перспективы их экспорта по миру? Потому что мы знаем, что некоторые страны, вот в частности, находящиеся под влиянием Соединенных Штатов, отказываются от закупок китайских технологий 5G, других там технологий связи, под предлогом их якобы небезопасности. Ну, это политизированные все вопросы, понимаете, если мы говорим о технологиях, именно из технологий, если страна, есть два выбора, или страна сама разрабатывает эту технологию, тут же 5G, или же она покупает ее готовую у Китая, у Англии, у кого угодно, у Европы, в Америке, то есть это в принципе, но китайцы, как правило, предлагают более дискантную цену, то есть меньшую цену, и поэтому страны развивающиеся, даже такие, например, как Украина, и даже, думаю, Центральная Европа, и Россия, они будут смотреть на китайские технологии, прежде всего, 5G, но у нас, я думаю, это еще очень нескорый процесс внедрения, у нас 4G еще не везде работает, и китайцы, на самом деле, очень удивляются, когда сюда приезжают, что у них тут плохой интернет, а вообще, ну, вообще, то есть это политическое уже решение, какую технологию, выбрать, то есть китайцы предлагают решение под ключ, тот же Huawei, например, он готов ставить и производить мобильные телефоны, и станции, и так далее, и поэтому идет это комплексное решение, а в других странах, например, мы же не пользуемся, например, американскими мобильными телефонами с экстрандартом связи, да, ну, поэтому мы не покупаем их 5G, там, как бы, систему, ну, то есть есть, есть свои, свои, эти, а понятное дело, что, знаете, ну, преимущество Китая, мне там одни эксперты, там, или китайские, собственно, эксперты говорили, вы понимаете, вы представьте себе, сколько вы, ну, там, граждане Украины, например, получаете, какой экономический эффект от того, что вы покупаете дешевые, дешевые в кавычках, да, товары из Китая, но на самом деле телефоны китайские здесь, они стоят дешевле, чем в Китае, это тоже такой своеобразный маркетинговый код, те же Huawei, да, то есть Huawei, вот эти все брендовые вещи, которые у нас тут раз, типа, вышла новая модель, она дешевле стоит, чем она стоит в Китае, для китайцев, это тоже своеобразный, и вот, потому что там доходы выше, ну, там доходы выше, естественно, да, китайцы уже больше зарабатывают, в среднем, в среднем, вот, и, вот, и они говорят, это тоже наш вклад в экономическое развитие Украины, с определенным, то есть люди покупают мобильный телефон, и у них еще остается на поесть, грубо говоря, а если бы они купили такой же телефон в Европе, или в Америке, или такого же плана, он бы стоил намного дороже, и это тоже, как бы, вот это тоже огромный вклад, можно сказать, но он никем, конятное дело, не оценен, и никогда его не посчитают, сколько это, потому что, ну, все имеют какие-то китайские товары, естественно, вот и все. Иными словами, у Китая есть грамотная технология распространения своих каких-то технологических решений, есть достаточно большой рынок сбыта за рубежом, и, в принципе, это будет и дальше продолжаться, то есть, возможно, даже расширяться. Да, они продвигаются, но я же говорю, что некоторые вещи, даже по Украине, я могу сказать, они блокируются, китайцы предлагали Украине достаточно там интересные технологические решения, которые из-за политических моментов они здесь не пошли. Потому что есть тоже конкуренция, есть рынок, он тоже поделен, то есть, там... Есть политическое варьбирование, разумеется. Да, 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 то есть, они хотели вообще, то есть, насколько я знаю, создать отдельного оператора, еще одного, и вклиниться в существующую ситуацию. Оператора мобильной связи. Да, оператора мобильной связи с совсем другими там возможностями, стандартами, но им не дали, например, потому что из-за политических моментов, не потому, что у них технология хуже или лучше, чем у Vodafone или там кого-нибудь, или там у Kyivstar. То есть, вот так. Но, в принципе, да, но еще очень интересно, например, стратегия китайская, она как действует. Вот они смотрят на каждую страну, они оценивают ее и смотрят, если даже в кризисный период, такой как пандемия там или финансовый кризис, если потребительская способность населения не падает, тогда Китай просто, да, увеличивает в эту страну поставки своих товаров. Вот это очень простая действенная стратегия, которая не дает им, в общем-то, всегда дает им держаться на плаву, но сейчас она тоже будет в ближайшие пять лет меняться, потому что, согласно планам новой пятилетки, все-таки больше упор будет уже на внутренний рынок Китая. Китай также закрывается, ну, в своеобразном роли, это тоже реакция на ту же торговую войну с Соединенными Штатами, на тот внешний, скажем так, неблагоприятный климат экономический, который в мире существует сейчас, и Китай понимает, что им на самом деле легче добывать эти инвестиции и деньги собственных граждан, предлагая им те товары, которых раньше не было, которые поставлялись и на экспорт в том числе, и были, может быть, недоступны многим части, скажем, населения Китая в определенных там районах, которые дотационные. Ну, вот, они начинают сейчас, это принцип двойной циркуляции, они это называют, то есть двойная циркуляция, где два контура, можно сказать, один внутренний контур, работа с собственным рынком, а внешний контур, это даже внешний мир с торговлей и так далее, но теперь они с мира будут получать только то, что им нужно, а, собственно, больше упор будет сделан на собственный рынок, на собственные силы, на возможности, и это в этих условиях реальных, в которых мы сейчас живем, я думаю, это очень правильная стратегия. Да, действительно, очень интересно, благодарю вас за беседу, Алексей. В гостях у Международной Панорамы был Алексей Коваль, журналист-международник и Китай-Вед. Тем временем, Соединенные Штаты вышли из договора по открытому небу. Сообщение об этом 22 ноября появилось на официальной странице Совета национальной безопасности США в Твиттере. Цитата. Сегодня исполняется 6 месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из договора об открытом небе. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении последних лет грубо нарушала Россия. Действительно, 6 месяцев назад президент США Дональд Трамп заявил о желании его страны выйти из этого договора. Он аргументировал это тем, что Россия якобы неоднократно нарушала условия соглашения. Согласно документу, спустя полгода после уведомления о желании выйти из договора участие страны в нем прекращается. Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года в Хельсинки 23 странами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сейчас в нем участвуют 33 страны. Россия ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Суть договора состоит в том, что его участники предоставляют друг другу возможность инспекционных полетов над своей территорией для проверки соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями. Иными словами, для проверки того, где размещены ракеты и иные типы вооружений, подпадающие под ограничения. В рамках договора действует система квот на облеты. Так, в 2017 году Россия и Беларусь, которые считаются одной группой, имели право провести 42 миссии наблюдения над государствами участниками договора. Те, в свою очередь, были в праве провести 34 наблюдательных полета над российской и белорусской территорией. В целом, в момент подписания договор об открытом небе был призван внедрить систему контроля за соблюдением соглашений о размещении различных типов вооружений в Европе и Северной Америке, заключенных в ходе Холодной войны и дополненных по ее итогам. С появлением современных спутников-шпионов его положения во многом обесценились. Да и со своей задачей он явно не справлялся. Как показала практика, никакие инспекционные полеты не могут стать препятствием для размещения вооружений тем или иным государством в определенных районах своей территории или на территории союзных государств. В крайнем случае такие полеты можно просто запретить, сославшись на соображения национальной безопасности. Так что люди, которые сравнивают выход США из договора об открытом небе с их же выходом из договора о ракетах средней и меньшей дальности, лукавят. Первый из этих двух документов по своему возможному влиянию на расстановку сил в Европе и близко не может сравниться со вторым. В данном случае мы скорее имеем дело с попыткой администрации Дональда Трампа в свойственном ему авантюрном духе ломать существующий порядок вещей, отказываясь от того, что, по его мнению, не работает. В Москве выход США из договора об открытом небе прокомментировали сдержанно. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков цитата «Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает его далее нежизнеспособным». На деле же, как мы уже говорили, договор стал нежизнеспособным задолго до того, как его покинули американцы. В этой связи рассуждение о том, вернется ли в него Байден, заняв президентское кресло, выглядят бессмысленными. А вот что было наполнено смыслом, по крайней мере, для участников событий, так это протесты в Гватемале, в ходе которых митингующие сожгли здание местного парламента. Как пишет британская The Guardian, 21 ноября сотни протестующих ворвались в Конгресс Гватемалы и сожгли часть здания на фоне растущих демонстраций против президента Алехандро Джамматеи и законодательного органа из-за утверждения бюджета, сокращающего расходы на образование и здравоохранение. Инцидент произошел, когда около 10 тысяч человек протестовали перед национальным дворцом в городе Гватемала против коррупции и бюджета, который, по словам протестующих, был согласован и принят законодателями тайно, в то время, как внимание жителей центрально-американской страны было отвлечено ураганом и пандемией COVID-19. Это, в общем-то, шаблонная ситуация не привлекла бы моего внимания, если бы в тот же день в Украине не отмечали годовщину Майдана. Сейчас участники тех событий у нас любят говорить, что Майдан стоял за ценности, а не за конкретное улучшение жизни. Видимо, потому спустя семь лет сидят с голыми ценностями и вся страна вместе с ними. А вот в Гватемале люди протестуют ради вполне конкретных вещей, а именно увеличения расходов на образование и медицину, то есть за то, что способно улучшить уровень жизни большинства граждан. Может быть, потому тамошние протесты, несмотря на всю их дикость с сожжением парламента, не вызывают того ощущения безнадеги, которая клубится над нашей страной в годовщину Майдана, словно дым от сгоревших покрышек. Больше о социальных процессах в мире и скрытых мотивов политиков смотрите в программе «Разоблачение» в воскресенье в 15.00, а ближайшие прогнозы по Украине в актуальном интервью Жана Новосельцева с Михаилом Чаплыгой уже на канале КРТ. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова